I have ways of blowing things off. Почему бы нет? Пойдем мы в компанию. Естественно, что здесь еще делать? Другое, что... Не то чтобы насторожило меня. Посмотрите на шрифты в меню. На каждую опцию эти шрифты разные. Это... Естественно, я уверен, что это не баги, ничего такого. То есть так должно быть. Просто это довольно интересное авторское решение. Потому мы начинаем отсюда. В том числе, чтобы я вам показал вот эту фишку. Не знаю почему, но мне она приглянулась. Поехали в компанию. Естественно, никакого продолжения у нас нет. Запускаю я игру в первый раз. Я только сейчас покопался немножечко в настройках. Сделал ярче, наверное, чем следовало бы. Но я точно знаю, что YouTube очень темнит видео. Поэтому... Поиграем на чуть-чуть завышенной яркости. Поехали в новую игру. Блин, что это за... Что за роботы? Ладно, первая кампания, да. Пойдем мы... Пользовательский очень высокий. Так. Для игроков, знакомых с играми в жанре экшн первого лица. Высокий для ветеранов Dishonored. Тех, кто любит испытания. Враги особо внимательны, сильны и более опасны в бою. А... Насчет особо внимательны. Я вот сейчас вспоминаю, как это было в первой части, когда тебя замечают там, блин, буквально за три километра. Я играл на средней сложности, не на высокой. И они довольно глазастые. Они довольно глазастые. А насчет опасны в бою... Ну, блин... Нет, это, конечно, важно. Но... Я все-таки буду стараться, пытаться, наверное, тоже как-нибудь аккуратненько проходить. Не убивая всех и вся. Пока меня не разозлят, наверное. Нет, пойдем мы на среднем. Эээ... Это все-таки прохождение. Это не челлендж, ничего. Поэтому пойдем мы на среднем. Начать обучение... Да, давайте. Давайте. Я не знаю, что будет, поэтому давайте. Даунволл 1837-1852 год. Вы? Эмили Колдуин? Нет, я не Эмили. Блин. Нет, ребят, я не хочу играть за Эмили. Тут можно... Сохранение одно из восемнадцати. Почему? Почему у меня больше вопросов, чем ответов? Ладно. Я, во-первых, не хочу играть за Эмили. А во-вторых... Я не хочу, чтобы у меня было ограничено число сохранений. Я вспоминаю, как занималась с отцом после крысины чумы. Он говорил, что когда-нибудь наши враги придут за мной. Отцом? Запахи и звуки данного не меняются. Это мой город. Это мой город. Ха-ха-ха. Крысятик, да. Это мой город. Хорошо. А... Интересно, что мы будем отрабатывать сегодня? Ну, это же не рывок, это спринт. Ну, ваше величество, посмотрим, что ты умеешь. Ну, давай. С. Хе-хе-хе. Я уже control начал называть. И нажимать такие... Не-не-не, чувак. Здесь ты будешь не ошибаться. Если разогнаться, можно проскользнуть снизу. Я понял, я понял сейчас. Может, вы откроете эту фигню? Быстрее. Я знала, что все получится. Естественно, с тридцать первого раза, как я играю, а? Ха-ха-ха. Просто божественно. Что теперь хочешь? Второе ускорение. Перепрыгни в препятствии и потом подкат. Да ну блин, ну шифт! Ну, почему ты начинаешь меня сходу-то бесить-то, а? Вот это криво работает. Вот это, на самом деле, очень криво работает. Я надеюсь, мне не придется этим пользоваться. Что дальше? Вот, короче, в обучении можно понять, что будет работать криво, а что будет работать по-человечески. Пока что вот эта фишка с шифтом, с подкатом, она так себе. Ты хочешь, чтобы я нырнул? Давай. Блин, ребят, я думал мне дадутся корвы играть в этой части. Черт побери. Если бы можно было бегать и прыгать целый день. Теперь тест на лопасть. Иди ко мне. Да зацепись! Надо подпрыгнуть и ухватиться за край. Тогда заберусь. Второй раз пробел нажать. Все, я понял, ладно. Ты быстро учишься. А теперь посмотрим, насколько ты бесшумно. О, да. Скрытный нажим и С для того, чтобы это находиться достаточно далеко, находиться сверху или на границе их периферийного введения в тени, а особенно это действует на расстоянии хорошо. Подберись ко мне незаметно, если сможешь. Осторожность, да, я понял, понял. Подберись потише и при душе. Ты любишь пожестче? Почему контрол? Вся в меня. Я не должен ни видеть, ни слышать тебя. Не попадай в поле зрения противника. Ясно. Еще раз. И чтобы я тебя не заметил. Да, да, да. Давай, 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 давай. На кого ты оборачиваешься? Недостаточно бесшумно. Я тебя понял, давай дальше. Опа, заметили. Так, он сейчас пойдет туда. Почему он развернулся на полпути? Без звуков. Ты гнись и подберись сзади. Тебя уже обокрали, чего? Зачем драться, если можно проскользнуть? Ну, логично. Если все будет нормально работать, то я не против такой стратегии. Пистолет разбудит всех в доме. Арпалет стреляет. Отличный выстрел. Так, ну пока это я все знаю. Теперь больше оружия и боевые тренировки. Ну что, Эмили, подеремся. Если на тебя замокнулись клинком, ставь блок. Контролем там, да, каким-нибудь. Есть. Неплохо. Очень хорошо. Очень хорошо. Игрожденные дрочуни. Ты сказал бы фехтовальщица, сказал бы еще что-то. Блин, зачем ты такие слова употребляешь? Слово клинком. Ну же. Нажмите кнопку. Ты быстрый. А, это парирование. Я понял. Разумно. Ай. Ну же. Ну же, ну же, да, да, да. Даже в бою можно придушить противника. А, когда враг... Давайте я почитаю. Это мне говорят для того, чтобы я мог пройти без убийств. Но так я поступать не буду. Если я буду уже с кем-то драться, я буду его убивать. Я практически уверен в этом. Если на тебя замокнулись клинком, ставь блок. А, я понял. Ты из равновесия наноси смертельный удар. Типа такого, да. Я хочу знать, что ты за себя постоишь. И когда ты попадешь в беду, ты будешь готова. Хм. Хм. Чумы, едва не погубившая Дану. Наемный убийца напал на дворец, где я родилась. И убил маму. Это Даут был. Да. Кто подослал убийцу, пытались сделать меня пешкой в своей игре. И преуспели бы в этом. Но мой отец, Корва Атана, выследил их и уничтожил их заговор. Да, да, да. Теперь понятно. Была бы моя мать довольна мной теперь, через столько лет. Да, кто ее знает. Она была плохой императрицей, насколько я помню, с первой части. Теперь начался новый кризис. Чудовище, которое газеты прозвали королевским убийцей, убивает моих врагов так, будто за этим стоим мы с отцом. И я не знаю, сесть мне на корабль, чтобы уплыть на край света или казнить всех приближенных. А, то есть ты такая же плохая императрица, как и твоя мать. Все, понятно теперь. Нормально. Я в тебе не ошибся в первой части. Я говорил, что она жестокая и все дела. Да, я был прав. Хм. Ладно. А мне пропускать, естественно, ничего не буду. Ваше Величество, мне уже не нравится эта церемония. А мне не нравится ее лицо. Ваш перстень. Все, вы готовы. Спасибо, Алексей. Открывай двери. Блин, какая она подозрительная. Ну ладно. Ее императорское величество, Эмили Колдуин. Мои верные подданные, сегодня мы собрались, чтобы почтить память моей матери, Джессамины Колдуин. Доживет ее имя сквозь река. А, в принципе, по идее ты должна сначала дойти до трона. Каждый год надеюсь, что в следующий день память и Джессамины будет полегче, но нет. Вот бы мама была на троне. Я скверная императрица. О, она это, по крайней мере, осознает. Мать была скверной императрицей. Но мы ни разу не слышали, но мы не увидели живы практически. Люди говорят, это ты, что эти убийства – отчаянная попытка защитить меня. Нет. Кто-то убирает твоих врагов, чтобы свалить вину на нас. Вот бы сбежать от всего этого. Ты же не сидишь в заперти. Думаешь, я не знаю о твоих прогулках по крышам? Держись. Скоро все закончится. Защитник короны и отец. Давно уже пора было запретить совмещать эти титулы. Стоп! А может ли быть такое, что он реально ее отец? Эй! А почему я об этом раньше не подумал? Ваши личности, прежде чем начнется церемония, у нас неожиданный гость – герцог Сирконоса. Рамзи говорит, у герцога особый подарок. Любовь. Шеф Рамзи. Механические солдаты? Как странно. В чем дело, Рамзи? Я таких не допускал. Ваше императорское величество и вы, защитник короны Корваттана, уроженец нашей Родины. Сирконос приносит вам соболезнования и дары, что напомнят вам о нашей земле, восходящей звезде южных небес. Мы благодарим вас, герцог. Не спешите, ваше величество. Вас ждет величайший дар – семья. Знакомьтесь, это пропавшая сестра Джессамины, законная императрица Далила Колдуин. Не может быть. У моей мамы была сестра. Опа! А вот это прикольненько. Моя одражайшая племянница. Это ложь. Почему? Мой отец – император Эйхон Якоб Колдуин, а Джессамина – моя младшая сестра. Когда она умерла, я была не готова заявить о себе, и мне пришлось покинуть Данулу. Теперь я вернусь. Если вы и правда сестра моей матери, гостите здесь сколько пожелаете. Бедный мой воробушек, я пришла освободить тебя от гнета короны. Отец обещал мне трон много лет назад, и вот я здесь. Повежливей, Эмили Колдуин – дочь императрицы Джессамины Колдуин. Защитник короны, пора тебе ответить за все убийства. Жизнь в моем дворце защищала тебя до сей поры. Услышьте все! Ваша законная императрица вернулась. Слава императрице Далиле! Далиле первой! Арестуйте Эмили Колдуин и ее отца за преступление королевского убийцы! Что? О-о-о-о! О-о-о-о! Отец! так играть за мили ни в коем случае вот за корова там легендарный защитник короны да конечно за него я не хочу играть о какая статочка красиво вышло корва там тебе столько лет и ты по-прежнему и по-прежнему скрываешь метку чужого расскажешь я запру его в покоях императрицы затем отправлю в тюрьму полдридж до суда но отец спустил все отправил меня в страх но хоть не на улицу побираться и я подчинялся тебе корва оттану сыну какого-то торговца сирконоса капитан я слышала крики лорд что случилось опа вольно капитан мейхио до свидания нет вот значит игрушка защитника корон кому нужен складной меч говорят в покоях твоей дочке есть что-то вроде сокровищницы золото там столько что хватит купить весь остров да говорят это один из двух ключей от нее намет на сокровище так хорошо ну начало вот честно вот один в один как в первую часть не потому что оно похоже что что он точно такой же бритвы плит то есть такое на уши не натянешь что-то здесь происходит его не сделаю надо выбираться отсюда да надо сначала это послушаю ясный от не послушаю он из древнего хорошего рода когда имели было 11 она засунула в эти часы лягушку я клянусь я смогу все исправить я верну эмили надо задается где-нибудь залезать а я должен собраться с силами я уже испугался тут ничего не почитать как это в такой игре ничего не почитать письмо от советницы советницы блин вот тут ладно императрица произошло еще одно убийство я не могу об этом умолчать не странно ли что все жертвы были вашими противниками а может не странно а весьма удобно ваше величество ничего не желать им искать как я могу быть ваша советница если вы не посвящаете меня столь щекотливые вопросы похоже единственный человек в даунуле который не знает правду о королевском убийце не обходите меня вниманием как всегда ваша верная подданница и советница леонора хэлмсуатер блин чтоб тебя с таким именем окей церемония спуска корабля на воду императрица после проведения защиты проведенного защитником короны испытательного плавания мы спускаем на воду корабля ее величество джессамины колду и накануне годовщины смерти вашей матери с вашего изволения разумеется опять же почему у нас защитник короны испытывает корабли и занимается всякой он защитник короны блин защищай корону это у тебя не получилось уже два раза красавец блин непригодный на платформе будут приготовлена бутылка бренди king street это это по-моему нет нет не то что мы хорошо привязаны к длинному фау который мы вы разобьете аборт ваша речь на церемонии остается разумеется на ваше усмотрение но мы можем подсказать вам некоторые идеи и в качестве пищи для размышления пусть свежий ветер несет тебя к дальним берегам служи надежной защитой нашим морякам так плыви плыви же в гристаль а потом вернись домой искренне ваш советник уэйн райд опа а вот и что такое план на канун месяца песен месяц песен начинается или возможно запомнить это императрица вашему вниманию предлагается план на канун месяца песен завтра к стивийским торговым представительством встреча с делегацией следовательского судна быстрая овсянка недавно открылся новые новые острова у пандуси обед с сановниками из морли они поднесут вам дар в обмен на ваше внимание к их жалобам торжественное открытие нового корпуса лазарета для представительных мореплавателей а для престарелых ту блин шой несут ли представим для престарелых мореплавателей встреча с советниками по проблемам трупных ос на юге у нас есть такая проблема прикольно ужин с лордом корова по его просьбе по моей просьбе эрик плейн стоу секретарь я просил эмили отужинать со мной зачем хорошо хорошо попробуем это удержать в голове это видимо новый корабль который этот это у нас очередной глобус у нас забрали силу темного или почему мне сейчас нету когда ладно эти ублюдки заодно с рамзи и герцогом сирконоса так хорошо так у меня не получится а вон там есть окно значит даже мимо него прошел и не посмотрел хорошо хорошо прям супер такой только обустроишься и снова неприятности он извините что вы мне предлагаете нет вы мне предлагаете просто прыгнуть отсюда на так минуточку тут и пяточка да тут и пяточка работает да 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 куда тогда с контрольной точки да круто хорошо мы здесь в окошку мы вылезли все круто все хорошо наверх мы залезть никак не можем можно мне не надо в окошку стоп может тут есть какой-то тайный вот потушить свечи зачем наверх я могу забраться отсюда так что 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 пап пёсья яма теперь начинается новая глава серьезного и все снова будет как тогда пап пёсья яма так здесь я ничего сделать не могу да заодно хоть картину посмотреть картинка мы не видели до этого тут почему-то эти лани косули висят и всякое такое что черт побери вы мне предлагаете забраться я никуда не могу стоп там у нас было стоп или у нас никаких способностей пока тоже нету если я прыгну тоже ничего не изменится понятно это знаете это тупо блин он сохранить после такая картина гляну да пап пасе яма теперь начинается новая глава неужели все снова и могу здесь еще сделать стоп часы улица ну-ка 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 а тут я не могу так просто блин могу конечно что за тупняк то тут конечно могу так поступить я могу сюда пробраться валил санала метку чужого больше никаких заклинаний зачем это делал мне это не надо так мне не да хорошо что защитник рамзи ты живая что до сих пор леди эмили что произошел переворот обили коротко говоря она в заточении бегите из башни может через сокровищницу сегодня в доках вас искала одна дама капитана корабля спасайтесь помогите эмили мне жаль капитан мэйхи прощайте так у меня появился меч это отлично это бесперстнение открыть ага устраните мартина рамзи тут у нас тронный зал тут у нас сокровищница блин там можно читать а легкий кашель этому можно что-то почитать тела труп так значит тут нужен перстень тут неплохо нет времени в смысле на это нет времени чувак давай ты это надо идти времени нет так нам нужно устранить мне никакой менюшки никакой не карты ничего нету да мне нужно устранить рамзи так похавать у меня жизни больше не поднимаются значит я пока не буду хавать осмотр выглядываете чей полное обучение удерживайте альт и нажав q или и сможете выстрел ну блин не знаю через альт я бы не сказал что это так удобно подал заявку на новые сапоги и что мне выдали носок один никчемный носок я бы их на самом деле убивал бы это те кто не знаете что это те кто участвовали в перевороте предатели да вот этих я не буду душить так этих я душить не буду этих я буду резать кто здесь выходе что оу я его убил хорошо защита блок да 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 блин неужели тут не будет книг читать ладно игра успокойся пожалуйста очень странно схватил такую фризину жесткую монеты я не знаю чем это было связано как бы пришлось просто свернуть и развернуть заново и вроде как отпустила но это очень печаль если ты куплен какая сова прикольная очень печально если будет такое происходить какие нафиг фрезы вы о чем так если что тут немножечко своеобразное управление после других игр приходится к этому привыкать мы оба знаем что тот кто убивает моих врагов хочет ослабить меня кто-то управляет королевским убийцей но кто завтра годовщина смерти матери печальный день для нас обоих но я хочу вспомнить все что произошло за эти 15 лет ты меня защищал и учил защищаться ты помогал понять что нужно народу империи мы осушили затопленный квартал победили преступность о кстати затопленного квартала значимой хорошей императрицей с тебя не получится мы это уже выяснили хорошо пойдемте дальше наверное все таки лучше краса мне кажется чтобы не было таких казусов больше вот по крайней мере у нас есть оружка нету магии жалко я под привык уже к телепортации с первой части но смотрите они поубивали кучу придворных они совершили переворот фиг ли я их буду душить жалеть зачем ну то есть по-настоящему ну кто бы так сделал королевский убийца снова наносит удар блин как-то звучит граждане даунволла шокированы ужасной смертью еще одного откровенного критика императрицы эмили колдуин последней жертвой оказался никто иной как и хавод бойл и хавод чтоб тебя просто как человек живет с таким именем и хавод бойл ну ладно известный предприниматель меценат бойл недавно написал статью в которой резко раскритиковал императрицу за неряшливое правление и намеренное пренебрежение обязанностями следствие изучив место преступления пришло к выводу что это дело рук королевского убийцы самые явные противники ее величества гибнут один за другим и мы задаемся вопросом с каких пор в обязанности защитника короны входит убийство критиков царицы царской царствующей особы все таки да гонят все это на корова что это он все натворил что это он все сделал молодец что сказать но мы понимаем что скорее всего это не так хотя но я щас не возьму судить наверное все таки да так без перстня не пробраться без перстня упс я нашумел а перстень я могу взять а он мне показывал минуточку он мне показал горит вот таких вот два перстня должно быть да значит мне нужно убить выходы из тронного зала перекрыты значит нам можно не торопиться будьте здесь останавливаете всех кто придет лучше левский покой если конечно не застрянут если вернуться люди герцога мы вас прикроем ох вот так дела всеми всеми блин нету темных глаз я привык темным глазам он реально идет сюда или нет кто сказал что он проверит королевский покой и вернется так и пяточку ребята но мы чуть не нажимали ты ничего да самом деле да в самом деле проект перстень есть эмили любой ценой я верну тебя а стоит ли мне идти дальше там может быть что-то интересное черт но там солдат или даже солдаты что-то постой что тут лучше я там посмотрю блин он он меня увидел или его я не понял везде ищите да 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 но дерьмо никуда ты не денешься я все равно хотел сюда пойти посмотреть давайте сейчас похаваю тут же можно да тут он фрукты были хорошо f5 ну тут без варианта я но я могу вернуться сейчас туда но мне интересно посмотреть здесь привет эмили я все исправлю обещаю а кто сквернил ну то есть она же была твоей сестрой или что здесь произошло они заплатят за это но сперва мне нужно собраться с силами а кстати знаете чем мне не понравилось ребят мне не понравились били этих людей только за верность амели они не знают жалости типа ты ее знаешь ладно это я сам про себя отличное начало правления а а пойдемте нам надо потихонечку выбираться наружу вы мне реально предлагали удушить этого у упс ладно вот я ничего не забываю ладно пойдемте ммм просьба об аудиенции капитан мэхью мы с вами не знакомы но прошу передать защитнику передать защитнику короны что мне нужно срочно с вами с ним встретиться у меня есть известие которое я могу передать ему только с глаз на глаз сообщить что я работаю на его старого друга Антона Соколова все суды выгоняют все суда выгоняют испартан и я продержусь сколько смогу скажите лорду корва чтобы прислал прислал за мной название моего судна падший дом меган фостер а это та женщина которая хотела со мной поговорить я вас понял это замок сделал Антон Соколов хорошо что он не в форме снежинки это правда был не Соколов а Пьерро ну ладно кто помнит тот помнит сразу после чумы здесь часто спала Эмили в тайном убежище так Барнам Мулани шепот бездны номер 2 трактат о физическом существовании потустороннего мира отрывок эти короткие проблески бездны удивительные а увиденные во сне или описанные вышедшими с комы доступны не только избранным доступны не только избранным в своих беседах я убедился что нет ни одного человека которым бы во время от времени не являлись такие видения следовательно это реальные места а не сказки и массовая галлюцинация может быть оно находится глубоко под землей или высоко над ней может быть где-то рядом с нами но скрыто от нас какая-то игра света странный занавес скрывает этот мир от нашего познания и нам остается только ждать натура философа который раскроет тайну этого явления научит нас видеть его по собственной воле это вся прокрутка и тогда это место перестанет перестанет внушать страх не будет больше особым миром описанным в мифах о чужом да оно будет необычным даже тревожищем но станет ли для нас лишь еще одной теорией для исследования и последующего завоевания какое название какие неизведанные сокровища ждут нас там правда ли что озера там из жидкого алмаза а облака и невесомых серебряных газов почему мы чему мы там научимся хорошие вопросы трактат о физическом существовании а это первая часть это была вторая что ли ладно обычная история остановившись обычная история остановившись перевести дух человек попал под колеса проезжающего экипажа или же произошла иная трагическая случайность его сочли мертвым но после извлечения его из под гнета и быстро он быстро приходит в себя однако несколько мгновений этот человек был мертв для нас для всего мира что он ощущал в момент временной смерти тьму пустоту вовсе нет эти люди рассказывают как и многие до них что пребывали в особенном месте и могут точно его описать кто же из нас не знает этого места разве вы не видели его во снах это место где все лишено смысла где мы одновременно потерялись и нашлись бездна интересные размышления о хилочка надо взять это прозвучало очень жадно так отрывок из книги о традициях мореплавания резьбе по кости это опять у нас будет насчет как говорится костяные амулеты благословения моряка резьба это давняя традиция переходящая от морских волков в безусы юнгам делающим свои первые шаги в мореплавании в старые времена моряки украшали резьбой бивни ледовых моржей и зубы длиной в целый локоть медведей обитавших на островах к северу от Тиви с началом китобойного промысла резчики стали использовать кости этих гигантских животных в изготовлении изготовлять изготовлять а не изготавливать изготавливать серьезно амулеты которые поют в ночи и оказывают небольшое благотворное влияние повышают любовную силу и оберегают от беременности что просто идеально звучит как говорится да королевский убийца снова наносит удар это мы читали мне кажется королевский убийца имеет отношение к перевороту мне тоже так кажется так мой став пора выбираться в город интересно сколько людей забыло эту маску мы кстати наверное не пользовались ни разу опа здравствуйте даже если я вынесу отсюда все эти запасы дали его они не победят но это я заберу угодится так сейфики одежда Слишком яркая лампа, мне кажется Ну, не знаю Итак Двое в темноте Как там? Я не это имел ввиду, ну ладно А, вот, зе, зум Китовый жир Черный краб Мурина, скорее всего, какая-то Вот эти вот штуки, которые у нас плевались Ага, вот, двое за спиной маленькой девочки Тоже такой рисунок, немножечко с намеком Как бы не немножечко с намеком, зараза, ладно Окей, окей, окей Тут мы все прочитали Тут мы все посмотрели Тут, кстати, ничего нету, нету Ну, хорошо, хорошо, пойдем Стоп, а тут мы не были Так Корва Аттана, защитник короны В наше время, часть первая Корва появился на свет, когда его родители были уже в зрелом возрасте И был еще ребенком, когда отец погиб на лесосготовке за городом Примерно в то же время его старшая сестра уехала в Морли И постепенно потеряла связь с семьей Корва было всего 16, когда он произвел фурор в Карнаке, приняв участие в ежегодном клинке вербины и одержав на нем победу Зрители были поражены, увидев, как юные участники с простой рабочей семьи одерживают победу за победу и в конце концов получают главный приз Неожиданный успех обеспечил Корва должность младшего офицера в гвардии Серконоса На военной службе он участвовал во многих стычках с организованными преступными группами, разбойничьими городами-государствами на Серконосе или Серконосе и бандами пиратов на островах к востоку Блин, знаете, как бесит, что ты читаешь текст, а он такой вправо-влево переливается Это надо будет попробовать отключить Хорошо В возрасте 18 лет Корва был в качестве жеста доброй воли отправлен герцогом Серконосом Теодонисом Абели, отцом Луки Абели, на императорскую службу в Даунволл Серконосское происхождение делало его чужаком в Даунволле, но столица должна быть казалась ему газотичной и полной старинных тайн Через несколько месяцев после прибытия в Даунволл Корва получила известие, что его мать умерла вскоре после его отъезда из Карнаки Неприятно, наверное, должно быть Так Эмили В чем смысл этой фразы? Ладно А единственная возможность увидеть тебя с растрепанными волосами, это когда ты спишь Солнце взойдет и ты снова нацепишь на себя это лицо императрицы Это счастье увидеть твое настоящее лицо, как ты настоящая смеешься над нашими глупыми стишками Не хочу уезжать в Морли, но придется До нашей новой встречи пройдет 4 месяца, я буду скучать по тебе и привезу табачный лист для твоего кальяна Лорд Корва, если вы по долгу службы читаете эти строки, то это шутка Я знаю, что белый листовой табак в кристалле запрещен Береги себя, моя дорогая Эмили Не падай с крыши Люблю Виман Это был ее парень? Или что? Или где? Это сделал старина, Сэмюэль Интересно, какой совет он дал бы сегодня? Это у нас отсылочка Здравствуйте Тебя не заметил Эмили, дочь моя Однажды ты повзрослеешь И хотелось бы мне знать, какими тебе запомнились эти годы Будешь ли ты с нежностью вспоминать свое детство? Или в нем было слишком много нянек и гувернанток? Официальных обедов и уроков скучнейшей древней истории? Надеюсь, драгоценные часы, которые мы провели вместе, все же будут сиять ярче Как и редкие моменты с твоей матерью и Корво, который всегда был близок моему сердцу Пусть крысы и чума останутся не более чем тенью в твоей детской памяти Кризис уже миновал Твоя мать и ее советники с ним справились Когда-нибудь ты сядешь на трон и надеюсь, ты справишься Власть — это бесконечная ответственность Власть опасна Ты не выбирала судьбу императорской дочери Но я уверена, ты примешь этот вызов Эмили, будь мягкосердечна Продолжай рисовать и рассказывать сказки И делись своей властью лишь с теми, кому по-настоящему веришь Хотел бы еще хоть раз поговорить с Джессаминой Так, вот эту штуку было легко пропустить И во-вторых, я, наверное, сейчас первый раз за все время увидел карту этого королеста Теперь я понимаю, где находится Сверконос, где находится Тивия, Гристаль, Морли Теперь у меня в голове немножечко начала прорисовываться картина И также Так, вот тут мы все читали Мне интересно О Ладно, ладно А вот это что? О, часть вторая Опять чуть не пропустили В порыве непослушания юная Джессамина Колдвин избрала Корва своим защитником короны Когда ей было 12, а ему 19 Он верно служил ее телохранителем, посыльным и даже, говорят, шпионом и до и после коронации В то время это было скандальной сплетней Но рассказывают, что любовная связь между ними началась около 1823 года, когда Джессамини был 18, а Корва 25 Черт побери, значит, это дочка его реально дочка! Вы серьезно? Офигеть! Следующая глава жизни Оттана выглядит как настоящая легенда Во время крысиной чумы после смерти императрицы Корва был обвинен в цареубийстве и приговорен к смертной казни Он был брошен в тюрьму Колдридж и подвергнут публичному поношению Он бежал и принял участие в небольшом заговоре по свержению тиранической власти лорда регента Отомстил убийцам императрицы и тем, кто предал его После падения лорда регента заговор лоялистов обратился против самого Корва Его отравили Выжив благодаря врожденной стойкости Да, благодаря врожденной стойкости Да, 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 совсем не благодаря Самуэльсу Хорошо Он нашел настоящего убийцу императрицы и с боем выбрался из затопленного квартала Наконец, Корва загнал лоялистов угол на острове Кингсперу у маяка Берроза и спас Эмили Колдуин, наследницу трона Романтическая история Корва Оттана и императрицы Джессамины Колдуин не была секретом ни для кого при дворе Поэтому общепризнано, что Эмили Колдуин является его дочерью После периода междуцарствия Эмили начала править островной империей Корр уже остался рядом с ней Такие, ни для кого не секрет, что это его дочь Черт побери, для меня это было секретом Я думал, что это... Ну, как бы, не знаю, для меня это раньше, наверное, не допирало, что ли Ладно Выйти, да Я так понимаю, мы переходим на следующий уровень И... Ну-ка, 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 долгий день в Даунвале Далила и герцог Лука Абелли заняли башню В Даунвале вам остается... Оставаться опасно Чтобы сбежать из города, встретиться с женщиной-капитаном в доках Надо укрыться и понять, что происходит Мне нужно добраться до доков Эй, док Что происходит, док? Так... Глава 12 Китобойный промысел В 1631 году император Финли Моргенгард Чтоб тебя снарядил первый флот для охоты на китов И их переработки Это были парусные суда, зависящие от воли ветров Хотя эти китобойные суда были невелики по нынешним меркам Именно флот Моргенгарда положил начало китобойному промыслу Плодами которого мы пользуемся по сей день Я так понимаю, что ворвань это китовый жир Современные китобойные суда Я ничего не пропустил? Нет Современные китобойные суда имеют намного больший размер И используют силу пара, чтобы пересекать море в поисках китов Знаете ли вы, что в хозяйстве используются все части тела этого огромного животного? Кроме консервированного мяса и ворвани Большим спросом пользуется китовая кость Китовый ус используется как кровельный материал Из китовой шкуры делают грубую одежду Из мочевого пузыря бурдюки для вина Даже кишки идут в дело Из них добывают драгоценную серую амбру Серье для лекарств и благовоний Приписка от руки в конце главы Эмили Половина китобойных кораблей Моргарда Разбились о скалистые берега к северу А, к востоку от Морли Если ты съездишь в Ааран Ты увидишь их остовы, которые до сих пор торчат из-под воды Кроме того, здесь не упоминается, что первый китобойный суда с паровым двигателем Изобрел Соколов Он сам тебе об этом расскажет Если ты его спросишь, когда он будет трезвым Ясно Соколов потихоньку успевается от хорошей жизни Я часто слушал, как Эмили и ее гувернантка Калиста читают эту книгу Хорошо, что Калиста не увидела, как ее воспитанница лишилась трона Калиста, а это не та случайно, которая... Ну, да, это может... У нас тут есть отсылки, очень много отсылок на первую часть Но некоторые могут не совпадать с тем, как мы ее прошли Потому что у меня игры не синхронизированы Хорошо, ребят, знаете что? Давайте мы на этом моменте закончим Тут начинают твориться интересные вещи Но мы как бы перешли на новый уровень Познакомились с игрой Что-то где-то как-то узнали Да, пожалуй, для знакомства, для первой серии этого хватит Пойдем встречаться с Капитаном уже тогда в следующей серии А пока что остановимся здесь Спасибо, что были с нами И всем удачи, добра, бобра Всем молодушек, всем пакеда Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!